всем привет сегодня у нас на обзоре ножек ножек даже мультиту райк l41 22 инструмента сразу же как я уже открыл этот нож в принципе как я не говорю я говорю много раз для какого-то вот города для такого едиси сумочки это чуть ли не самый оптимальный набор инструментов то есть бегло пробежать у нас есть довольно таки нормальный клинок 85 миллиметров и 3 миллиметра толщиной 85 длину я имею ввиду форма клинка drop point к сожалению он без каких-либо стопоров но если мы посмотрим острие и ось у нас находится точнее острие находится за осью то есть при каком-то давлении у нас получится что нож сам открывается то есть он не будет пытаться закрыться вот конечно все таки и вы таким не увлекаетесь и если так уже делаете то держите нож как-нибудь вот так вот но тем не менее этот нож не будет пытаться закрыться не должен пытаться закрыться вам на пальцы вот кстати сталька у нас нержавейка 12 и 27 твёрдость 57 59 единиц а рукоятка у нас вот эти вот накладки такие очень шершавые очень удобно лежащие в руке кстати обратить внимание что клинок давай точнее ручка довольно таки широкая и резать им работать но просто очень удобно он прошу прощения просто шикарно шикарно очень шикарно вот резучий очень-очень резучий нож но без стопора я знаю что есть версии со стопором когда я его заказывал тогда еще почему-то в магазине версии со стопором просто-напросто не было вот дальше у нас из полезных инструментов ну конечно внешне мы видим у нас есть штопор штопор легко открывается никаких дополнительных упоров нету крутили вынули пробочку из бутылочки или там что-то расковыряли развязали узелок виксовская отверточка не вставляется можно купить виксовскую отверточку нагреть ее турпозажигалкой или феном и туда вкрутить потому что немножко немножко не входит ну понятно пластик немножко отойдет и крутится есть стеклобой внешне на хрен никому не нужны но есть кому не угу не нравится можно взять на наждачке просто сточить вообще не мешает ни остро не царапучий никакой зачетный мега-классный мега огромный пинцетище супер супер здоровенный всем виксом назовешь пинцетище зубочисток ничего нету рукоятка разборная под клипсу можно снять можно ставить как и крепится на двух винтах рукоятка разборная вот то есть можно нож обслуживать можно разбирать чистить смазывать подтачивать подкладывать шайбочки то есть можно все это сделать единственное что есть одно слабое место вот этот пружинка закрывание одновременно это и плюс и минус то есть нам легко открывается нож у нас но он также легко закрывается то есть пружинку надо разобрать ножик и немножко ее подогнуть чтобы она была более жесткая следующий удобный классный инструмент это у нас плоскогубчики вот такие вот плоскогубчики очень очень смахивающие на обыкновенные виксовские то есть что-то ими можно прихватить вот здесь вот есть в самом центре кусачки вот кстати как и у викса они на заклепочки сделаны сделаны на заклепочки то есть если разболтались поставили сюда кернер и ляпнули децил и вот здесь у нас вот этот зуб это зажим для всяких разъемчиков вот пружинка в отличие от виксовского более такая надежная потому что упор идет благодаря вот этой поджиму самого инструмента вот и под ним у нас спрятана крестовая отвертка аля викторинокс вот обыкновенный philips 2 чтобы тул был более компактный естественно но как в случае с викторинокс то есть кладется один инструмент под другой дальше ножницы ножницы тоже на вот такой вот интересной пружине и ножницы довольно таки резущие довольно таки удобные пружинка это никогда не сломается никогда не выскочит никогда не отогнется и ну естественно пользоваться ими размер как вы видите вполне нормальный пользоваться ими можно под ножницами у нас есть инструмент такой мульти инструмент это у нас одновременно шило с разверткой по типу виксовского то есть мы сверлим и вот этот нож типа скальпеля можно его использовать отверстие для шитья есть ключ для подкручивания велосипедных спиц не знаю как это будет выглядеть мне кажется это не особо удобно и наконец-то вот этот вот инструмент обратите внимание это как я делаю на виксах и видите с пропилом наконец-то с подточкой это инструмент для снятия изоляции очень удобно и в принципе как вы посмотрите вполне хватает расстояние положить палец и дернуть провод то есть потому что у виксов тому кого где-то еще других ножей он очень близко ну очень близко находится быть к самой рукоятки что палец сюда прямо нужно вдавить то есть неудобно вот кстати есть такие же тулы и с пилами чем угодно так следующий у нас инструмент это у нас отвертка большая плоская отвертка с открывалкой для бутылок ну и собственно говоря вот этот проволока гип или же тоже типа для снятия изоляции вот и следующий инструмент у нас это дальше не открывается не смотрите это у нас стропорез также его можно еще как шкурадер использовать и на конце маленькой отверточка не бойтесь что он такой кривой им одновременно очень удобно крутить это отвертка входит как в плоские также и она идеально входит в 2 филипс что очень очень часто бывает нам нужно ну и конечно же вот здесь вот еще есть колечко для подвешивания да что ж такое фокусное время то есть его можно естественно куда-то еще подвесить по большому счету вот на этом закончены все инструменты дальнего мультитула мультитул увесистый да кстати совершенно забыл сказать его вес 213 грамм вот и общая длина сложенном состоянии его 114 миллиметров а в разложенном сто девяносто семь миллиметров ну разложен самое длинное что у нас есть это нож сто девяносто семь миллиметров почти двадцатка вот сталька это как мы знаем как на морах она легко правиться она быстро тупится но она легко правиться то есть какой-нибудь маленький брусточек в кармане есть там или даже кусочки наждачки на палочку положили гоп-хоп-хоп все у нас ножек остренький все классно вот то есть если вы не хотите покупать викторинокс вот можно взять он дешевле викторинокс но я думаю по качеству может даже в некоторых моментах он будет превосходить более толстая лезвие из более ухватистая рукоятка ну по качеству вот он уже у меня да почти полгода он уже у меня я им пользовался и нож который меня вполне устраивает и который я вот вы меня спросите ты вот рекомендуешь да я могу его от рекомендовать нужен ли здесь стопор я не знаю что вы будете делать если вы хотите что-то резать куда-то тыкать что такое то конечно если вы его будете использовать просто как карманный нож но вы ребят на викториноксах нету стопоров вот у меня был геркулес такого же размера ним нету стопора точно так же работает лезвие 100 лет он там не нужен стопор ладно вроде как все рассказал если что не ты сказал спрашивайте добавлю расскажу допишу может быть придется доснять на этом все всем спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайки делимся этим видео не забываем когда подписываемся нажать колокольчик поставить галочку чтобы получать уведомление о новых видосиков все ребят всем пока и до встречи на канале до встречи на канале